Первое из заповедей блаженства гласит «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство и Небесное». По объяснению святителя Иоанна Златоуста, здесь говорится о смиренном мудрии, то есть о смиренном взгляде на себя самого. Внешние люди нередко думают, что вот христианское смирение – это значит какое-то унижение себя, что ты будто бы находишься на самом деле здесь, но должен говорить о себе так, как будто ты здесь. Так вот, это неправда. Смирение – это адекватно видеть себя и признавать себя таким, как ух ты есть на самом деле, без самовозвеличивания и прочих фантазий о себе самом. И вот на самом деле наши знания – это лишь ничтожная часть по сравнению со всем, чего мы не знаем. И наши добродетели таковы же в сравнении с добродетелями Божиими. Святитель Николай Сербский говорил, никто от тебя не требует, чтобы ты делал из себя ничтожество, только признай свою уже существующую ничтожность. Даже место нашей планеты во Вселенной и нас самих на этой планете уже подталкивает нас к смирению. И когда мы видим в себя, какие мы есть, и признаем, что сами по себе без Бога ничего великого мы из себя не представляем и ничего великого не совершили, и спасти себя сами не можем, тогда мы отворяем дверь Богу в нашу жизнь, чтобы Он преобразил нас и спас, и возвысил. Как говорил святитель Филарет Московский, мы знаем, что Бог творит из ничего. И когда мы признаем себя ничем перед Богом, мы даем Богу творить из себя нечто более великое и славное, чем мы были сами по себе до того. И величие это видно во многих святых Божиих, которые стали таковыми именно благодаря своему смирению, а не благодаря тому, что воображали о себе, что они велики. Вторая заповедь блаженства звучит так. «Блаженны плачущие ныне, ибо они утешатся». Но здесь имеются в виду не любые слезы, потому что иногда и злодеи, бывает, плачут из-за того, что им не удалось совершить задуманное зло. Речь идет о слезах покаяния, слезах сокрушения о своих грехах, слезах тоски по Богу, которые были у некоторых святых. Как говорил преподобный Силуан Афонский, «Ты сжалился надо мною и явил мне Твое лицо, и ныне душа моя влечется к Тебе, Господи, и ни в чем не находит покоя день и ночь, и плачу, как дитя, потерявшая мать. Скучает душа моя, Господи, и слезно ищу его». Таким плачущим обещано утешение от Господа, состоящее в прощении греху и духовном очищении. И потому Господь сказал об утешении, чтобы даже скорбь о грехах не доводила нас до отчаяния, то есть лишения надежды. Потому что при оплакивании нами наших грехов Бог обещал нам утешение, а не наказание. Третье из заповедей блаженства гласит, «Блаженны кропки, ибо они наследуют землю». Кротость – это тихое состояние духа, свободное от гнева и раздражения. Христос сказал, «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцу». Учаясь быть кроткими и смиренными, мы учимся подражать Христу. Что касается «наследуют землю», то это можно понимать и как указание на жизнь вечную, как апостол Иоанн в Апокалипсисе написал «И увидел Я новое небо и новую землю». Вот эту новую землю наследуют кроткие. Но также свидетель Филарет Московский говорил, что и в человеческой истории исполнилось это обетование Христа, поскольку именно христиане, его кроткие последователи, не только выжили, но и распространились по всей земле, несмотря на гонения язычников. Тот, кто обрел нищету духовную, то есть смирение, может научиться и кротости, потому что во многих случаях гнев и раздражение вспыхивают тогда, когда мы о себе много воображаем и считаем, что мы достойны всегда лучшего. И когда сталкиваемся с чем-то, что вот не по нам, возмущаемся, вспыхиваем. А человек смиренный, который считает, что он ничего и так не достоин, гораздо менее имеет и поводов к гневу и раздражению. Четвертое из заповеди блаженства гласит, блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Слово алчущие означает голодные. Слово блаженное можно перевести как счастливое. Конечно, нет счастья просто быть голодным. И здесь говорится не вообще о голодных, а о тех, кто голоден до истины, кто алчит и жаждет правды. Святой Николай Сербский говорит, «Под правдой здесь подразумеваются истина и порядок, такие, как Господом было открыто и завещано. Истина о Творце, истина о мире, истина о человеке, истина о цели, истина о пути к Богу». Речь о том состоянии, когда для человека истина превыше всего. Не каждый алчущий хлеба насыщается, но каждый алчущий истины насытится. Как мы знаем, в Евангелии Христос сказал, «Я есть истина». Так что всякого, кто жаждет истины, Христос приведет к себе даже с края земли и утолит его духовный голод и жажду. И эта радость познания истины приводит с ним вечно. Пятое из заповедей блаженств гласит, «Блаженные милостивые, ибо они помилованы будут». Это заповедь о сострадании, о том, что христианину нужно иметь милующее сердце, жить не по принципу, что есть только я и Бог, а остальные меня не интересуют, но проявлять любовь к ближнему. Милостыня может быть как телесная, так и духовная. Вот что пишет об этом святой Филарет Московский. «Дела милости телесные – накормить голодного, напоить жаждущего, одеть нагого, посетить находящегося в темнице, посетить больного, послужить ему. Дела милости духовные – это выщеванием обратить грешника от ложного пути его, не знающего научить истине и добру, молиться о ближнем Богу, утешить печального, не воздавать за зло. И таким милостивым Господь обещает, что они будут помилованы на страшном суде его». Шестая из заповедей блаженств гласит «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Узреть – это значит увидеть. Помню, как-то ко мне в метро подошел мужчина и спросил «А кто видел вашего Бога?» Я говорю «Святые видели». Он говорит «Можешь мне показать своего Бога?» Я говорю «Без проблем. Очисти сердце и увидишь его». Он сам это обещал. Кто хочет увидеть Бога – вот единственный путь к этому. Они чистые сердцем Бога увидеть недостойны. Но кто такие чистые сердцем? От чего именно нужно очищать свое сердце? От греховных чувств и мыслей, но также и от греховных страстей, таких как гордость, похоть, гнев и так далее. Преподобный Симеон, новый богослов, сравнивал грехи с червями, которые подтачивают дерево. Вот от этих червей нужно очистить свое сердце. Вычистить из него всю греховную гниль. Как это сделать? Подробно описано и в Священном Писании, и в творениях православных святых. Кто желает узнать, научиться, все находится в открытом доступе. У многих христиан, которые не очищают свое сердце, зачастую проблема не в недостатке знания, как очиститься, а в недостатке воли сделать то, что необходимо для очищения, и о чем они уже на самом деле знают. Даже если бы не было обещано столь великой награды, нам стоило бы очищать сердце, даже и ради нас самих. Но тем более, когда столь великая награда нам обещана. Видеть самого Бога. Седьмая заповеди блаженств гласит «Блаженны миротворцы, ибо они будут названы сынами Божьими». Миротворцы – это не солдаты, которых сейчас называют миротворцами. В этой заповеди миротворцы – это те люди, которые помогают другим примириться с Богом и друг с другом. Те, кто привносит мир в нашу жизнь. Как говорил святитель Филарет Московский, «Быть миротворцем означает поступать дружелюбно и не подавать повода к разногласию. Возникшее разногласие прекращать всеми средствами, даже поступаясь своими интересами, если только это не противоречит долгу и никому не вредит. Стараться примирять между собой враждующих, а если такой возможности нет, то молить Бога об их примирении». Святой Филарет также объясняет, почему именно миротворцы названы сынами Божьими, поскольку они своим подвигом подражают единородному сыну Божьему, происшедшему на землю примирить согрешившего человека с правосудием Божиим. По словам святого Николая Сербского, миротворцами являются и миссионеры, которые приводят человека в семью Божию, то есть церковь православную, тем самым примиряя его с Богом и с ближними. Восьмая из заповеди блаженства гласит, «Блаженные, изданные за правду, ибо их есть Царствие Небесное». Под правдой здесь, как и ранее, имеется в виду именно правда Божия, истинная вера Христова. Легко быть христианином, когда у тебя все хорошо. Но как настоящий друг познается в беде, так и настоящий христианин познается в том, что он сохраняет верность Богу, даже и тогда, когда это грозит теми или иными лишениями. В таких ситуациях христианин показывает, что он любит Бога больше, чем какой-то свой земной достаток и прочие материальные блага. И Господь предупредил нас о том, что мы будем сталкиваться с такими ситуациями, чтобы мы не унывали, но понимали, что это тоже путь наш, следование за Христом, подражание Ему, ибо и Его тоже враги желали изгнать из-за той правды, которую Он проповедовал. И все святые так или иначе шли этим путем и оказались достойны обещанного в заповеди Царствия Небесного. Девятое из заповедей блаженства гласит, «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправильно засловить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Если в восьмой заповеди говорилось о ситуации, когда просто изгонят человека, то есть когда довелось претерпеть что-то небольшое ради правды Божьей, то здесь уже указывается превосходная степень, когда человек претерпел многие страдания ради Христа. И не только страдания и поношения, но и смерть. Так что в полной мере исполнили эту заповедь святые мученики, которые своим подвигом засвидетельствовали, что для них любовь ко Христу важнее даже жизни. И потому они названы свидетелями. Слово «мученик» с греческого дословно переводится как «свидетель». И таким свидетелем своим Господь обещает не просто попадание в Царствие Небесное, но то, что и среди попавших в Царствие Небесное они будут иметь особую награду, великую. Потому мученики считаются в Церкви самым высшим чином святости. Они максимально подобились Христу, насколько это возможно для человека. Как Он отдал жизнь за нас, так и они отдали жизнь за Него. И за это удостоятся великой награды. В будущем, а в настоящем удостоились великая слава Церкви Христовой. Эта заповедь напоминает нам о том, что наша верность Богу должна быть для нас дороже всего. Молитвами святых мучеников своих Господь да помилует всех нас. Субтитры создавал DimaTorzok